Здравствуйте! Вы смотрите Вести Норильск. В студии Анатолий Аплеснев. Некоторые темы выпуска. На скользкой дороге в утреннем ДТП серьезно пострадали двое норильчан. Перестарались в одном из районов Красноярска в жилом доме подрядчики заасфальтировали двери. Очередное пополнение в клубе ездовых собак. В вольере поселилась хищная птица. Сегодня утром в Норильске произошло очередное ДТП около 10 утра на автодороге Норильск-Толнах в районе турбазы Березка. Водитель Мерседеса в условиях скользкой дороги превысил скорость, не справился с управлением, несколько раз перевернулся и вылетел в кювет. Пострадал водитель и пассажир с травмами различной степени тяжести. Оба доставлены в городскую больницу. У одного из них перелом позвоночника. Как выяснилось, водитель уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В Красноярском крае растет число иностранцев, получающих российское гражданство. С начала года выдано почти 2000 новых паспортов. Это на 500 документов больше, чем в прошлом году. Наибольшее число людей, получивших гражданство, прибыли из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Армении. Из них 800 человек – это участники государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Жительницы Норильска стали регулярно приходить письма из налоговой службы на неизвестного ей человека. Женщина уже вскоре получила извещение от судебных приставов о возможной конфискации имущества. В ситуации разбиралась Алла Далматова. После получения первого же письма из налоговой службы на незнакомого гражданина Азербайджана, Елена Берчук незамедлительно обратилась к специалистам. Они пояснили, что, возможно, это ошибка и такое больше не повторится. Но спустя полгода из налоговой службы пришло очередное письмо на того же гражданина. Ну а еще через месяц Елена получила письмо уже от судебных приставов, в котором говорилось о возможной конфискации имущества. Тогда Елена решила запросить выписку из домовой книги в своей управляющей компании. Но и там никакой ошибки не обнаружила. Мы прописаны вдвоем с мужем, квартира в нашей собственности. Мне интересно, как получилось так, что данный гражданин предоставил какой-то документ, что он прописан по моему адресу. В службе судебных приставов ей объяснили, что все данные к ним поступают из налоговых органов. Так что обратиться следует именно туда. Не имеем права ставить под сомнение как решение суда, так и направление налоговой инспекции, постановление, которое они направляют. Они нам четко указали адрес. Вот я вам, в частности, могу показать. Вот у нас первое постановление, о котором я говорю. Вот адрес указан должника. Если такой случай произошел, говорит руководитель службы судебных приставов, то надо обязательно сообщить ведомство, что должник никогда не проживал или уже не проживает по данному адресу. Судебные приставы, в свою очередь, направят запрос в ФМС и налоговую. В налоговой инспекции, откуда и поступают сведения, причину возникновения ошибки объяснили подробно. Когда человек уезжает из города Норильска в другой регион, то обязанностью сообщения сведений о регистрации является тот орган у ФМС, куда человек приехал по 85-й статье. То есть, допустим, вот этот гражданин Азербайджана, у него была регистрация по данному адресу всего 4 месяца. Он уехал в Чувашскую ССР. Вот налоговый орган обязан был сообщить нам сюда о том, что там зарегистрировался этот гражданин. Но никто об этом не сообщил. Гражданин так и остался состоять на учете в Норильске. Поэтому Елена Берчук и получала регулярно письма на его имя. Теперь, чтобы решить эту проблему, необходимо обратиться к специалистам и написать заявление. После чего данные будут откорректированы и ошибка устранена. Алла Долматова, Евгения Груздюк, Александр Усатенко и Алексей Демин. Вести Норильск. Неприятный сюрприз от подрядчика. В Красноярске после укладки асфальта в одном из дворов коммунальщики не могут вывезти мусор, а сантехники попасть в подвал. Рабочие заасфальтировали входы и выходы. Дмитрий Левицкий продолжит. Я слышала, вроде дергали. Не открыл. Но сегодня я должен были мусор вывезти, а не вывезти. Накануне дорогу около дома номер 3 по улице Побежимова закатали в свежий асфальт. Рабочие постарались так, что новое покрытие на 2-3 сантиметра выше нижней кромки дверей в мусоросборные камеры и подвал. Теперь попасть в тех помещения невозможно физически. Сегодня вывоз отходов пришлось пропустить. Последствия уже можно заметить около подъездов в виде пакетов с бытовым хламом. Если двери в срочном порядке не разблокировать, то картина через пару дней станет еще колоритнее. Такой же подарок после себя рабочие оставили и для энергетиков. Во дворе 3-го дома по улице Побежимова находится подстанция. Если с электроснабжением возникнут какие-то сложности, то попасть к распределительным счетам аварийная бригада, если и сможет, то уж точно не сразу. Исправлять ситуацию должен подрядчик. В данном случае это СПК «Сфера». Однако по регламенту в начале работы должны быть комиссионно приняты. На это может уйти не один день. Правда, в администрации Свердловского района, узнав о проблеме, пообещали обойтись без бюрократических проволочек. Мы постараемся, чтобы подрядная организация завтра данное замечание устранили. В городской управляющей компании «Жилфонд» нам рассказали, что асфальт, положенный выше кромки дверей, это не ошибка подрядчика. Так было задумано изначально, чтобы дождевая вода перестала бежать под дом. На данный момент работы еще не завершены, они продолжаются. Там будет все доведено до ума. Естественно, двери будут все открываться и закрываться. Для этого ломать новый асфальт не будут. Решено подрезать снизу двери до уровня покрытия. Дмитрий Левицкий, Андрей Магомедов, Вести, Красноярск. Этим летом база отдыха «Ольгуль» почти полностью лишилась большой трассы из-за пожаров в тундре. Теперь на восстановление деревянного настила требуется 4 миллиона рублей. В ходе недавнего совещания, которое прошло на базе отдыха, глава Норильска заявил, что руководство и персонал базы не предприняли необходимые меры для предотвращения материальных потерь. Сотрудники базы категорически с этим не согласны. Продолжит Евгения Шеделова. Тундра в окрестностях базы «Ольгуль» до сих пор горит. Даже стоя на месте ощущаешь тепло, которое идет от земли. А летом здесь было по-настоящему жарко. И сегодня сотрудники базы не согласны с тем, что их обвиняют в бездействии. Да, очень обидно, потому что мы все лето бегали с ведрами, вызывали МЧС, вызывали пожарных. Мы носились тут вообще днем и ночью, тушили эти костры и все прочее. К нам ехать никто не хотел. Обидно до слез женщинам стало после того, как они услышали в свой адрес обвинение в бездействии. И звучали эти слова из уст граноначальника. Вчера горело три часа. Ну, а мы не можем, не могли там проходить, тушить, извините. С ведром там, я не знаю, какой штат в «Ольгуле». Каждый день. Отсекать. Вы мне покажите, кто-нибудь растаскивал хоть дорожку? Дорожку. Сотрудницы базы вспоминают, как все лето разрывались между зданием базы и деревянными трассами, как носили тяжелые ведра, как черпали воду в обмелевших болотцах. При всем при том, что у нас коллектив чисто женский, малочисленный, летом в основном все люди в отпусках, потому что у нас зимой идет самый большой режим работы, потому что у нас трасса идет, и мы сидим на прокате. И у нас всего два мужчины. Как нам предлагается тушить женским коллективом? В борьбе с пожарами персоналу базы помогали даже старшеклассники. Тосовцы обходили территорию, искали очаги пламени и сообщали об этом сотрудникам базы. Это продолжалось почти два месяца, и все это время директор базы просила помощи у кого только можно. Галина Михайловна писала, она сама приезжала, она здесь и ночевала, она и уезжала отсюда поздно, она и звонила сама в МЧС, и тушила, и встречала их, вот, и звонила, и писали бумагу на имя Ващенко. Все это было. И никто, никто не приезжал и не помогал нам. Аня Ктеру конкретно МЧС ответила, у вас открытый огонь есть? Да, да. Вот когда вы его увидите, тогда и звоните. И бросали трубку. Даже брошенные на произвол судьбы люди все равно продолжали бороться. Только в МЧС, по их словам, было сделано 54 звонка. Какое-то время им помогали дружины на Алискпромтранспорта, но в один из дней и они отказались ехать. Оставалась одна надежда на пожарных. Сначала они приехали, осматривали, потом уезжали и могли час и два привозить бригаду. Бригада небольшая, два, три, четыре человека. И все это время мы бегали, контролировали, тушили своими силами. Сейчас директор базы в отпуске, а в ее отсутствие на Ульгуле разгорелись настоящие страсти. Главный вопрос, кто ответит за сгоревшие два километра трассы. На прошедшем совещании претендент на виновность был только один – директор базы. Но с такой постановкой вопроса категорически не согласен коллектив. Ведь обвинив в бездействии руководителя, сводятся на нет все их усилия. Тем более, что в неравной борьбе с огнем малую трассу им все же удалось отстоять. В клубе издовых собак новый постоялец. В одном из вольеров поселился пернатый хищник – полярный совенок. Сейчас он нуждается в лечении и хорошем уходе. У птицы сломано крыло. Раненого совенка в тундре обнаружили дети. Найденыш, так как крестили совенка Олесе с дочерми, отличается мирным нравом. По характеру он общительный, любознательный. Скорее всего, птица пострадала от рук человека. Пройти мимо попавшего в беду совенка в этой семье не смогли. В пятницу вечером дети гуляли с собакой, недалеко, в тундре. И он там в арматуре лежал, крыло уже было поломанное. Вот он сидел. Его подняли, принесли. Сломанное крыло пробовали зафиксировать в домашних условиях с помощью эластичного бинта. Но такая попытка успехом не увенчалась. Птица путалась в повязке, даже пыталась самостоятельно снять ее. Оставить совенка у себя Олесе не может. Дома у нее уже проживают два питомца. Кошка Машка и пес Бася. Последний с сочувствием отнесся к найденушу. Когда-то его, точно так же голодного и замерзшего, подобрали на улице. В итоге совенка решили передать в клуб ездовых собак, в котором уже давно нашли приют не только чистокровные хаски. Здесь ему будет уютно и комфортно. Этот вольер освободился всего несколько дней назад. До этого полгода здесь жила молодая самка Дербника. Птицу подстрелили охотники. А крепшего сокола председатель клуба Геннадий Полторыхин выпустил на волю. Целые сутки птица кружила над местом, успевшим стать ей родным домом. Потом три дня прилетала в гости. Благодарила за гостебриимство и заботу. Что касается нового питомца, то ему требуется консультация ветеринара. Нужен рентген крыла. Нуждается птица и в просторной клетке. Нужна клетка, потому что сейчас в вольере ее удерживать, а птице надо как будто снять, поправить крыло, посадить ее в спокойное место, чтобы она меньше трепыхалась. На территории клуба совенку придется провести минимум полгода. Когда ударят морозы, Геннадий Полторыхин переместит его в дом. На улице птица может замерзнуть. А вот сможет ли совенок летать, станет ясно только после того, как заживет крыло. А для этого требуется время и тщательный уход. Ольга Лапин, Алексей Демин, Вести Норильск. А житель одного из поселков Ачинского района нашел после ливня два гигантских гриба. Один дождевик весит более 6 килограммов, другой – 3,5. Мужчина рассказал, что обнаружил великанов на бывшей совхозной ферме. Вначале подумал, что на траве лежат воздушные шары. Таковы новости к этому часу. Сейчас коротко о некоторых темах следующего выпуска. Лежачие полицейские против лихачей, как искусственные неровности, повлияли на статистику аварий. В иске отказа на крупную сумму хотел отсудить у жителя Норильска известный певец Стас Михайлов. Все главные новости Норильска доступны на сайте norilskodefistv.ru. Телефон нашей редакции 46 92 46. До встречи в 19.40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 12 сентября в Норильске облачно с прояснениями. Временами дождь со снегом. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 1. Днем плюс 2 плюс 4 градуса.